Сверхкритические флюиды — фундаментальная основа технологии инновации. 12-я научно-практическая конференция открылась в понедельник в бизнес-центре Тверь областной столицы. Наш корреспондент Роман Быков пообщался с участниками-организаторами мероприятия, выяснил, что флюиды — это не только человеческие взаимоотношения, но еще и наука, а также промышленность. Сверхкритические флюиды — это такое состояние вещества, когда при определенной температуре исчезает различие между его жидкой и газообразной фазами. Такое явление было открыто еще в 1822 году и с тех пор перестало быть чисто предметом науки. Сверхкритические флюиды нашли свое применение на практике, например, в пищевой промышленности. Абсолютно рутинным, обычным методом добычи из кофе кофеина является сверхкритическая флюидная экстракция. То есть делается с помощью СО2, когда зерна фактически мельчатся, и затем обработка СО2, растворяется в нем кофеин, и мы можем потом собрать эту отдельную фрагу. Это абсолютно рутинная, то есть это не наука большая, это просто обычная рутина, которая реализована уже в больших промышленных масштабах. Кроме того, сверхкритические флюиды активно используют при переработке минерального и углеводородного сырья, СО2, а также при утилизации мусорных отходов. Все эти аспекты и будут в течение пяти дней обсуждать ученые, съехавшиеся в бизнес-центр Тверь со всех концов страны. Столица Верхней Волжи была выбрана не случайно. В нашем техническом университете очень мощная кафедра биотехнологии и химии, на которой много кандидатов и докторов наук. Они постоянно выиграют всевозможные гранты. Год назад был выигран очень крупный грант вот этого фонда по мероприятию проведения исследований лабораториями мирового уровня. Таких лабораторий в России было определено всего 46 или 48. И вот мы попали в это число. На открытии конференции выступил зампредседателя регионального правительства Иван Егоров, который отметил, что губернатор Тверской области Игорь Руденя уделяет самое пристальное внимание поддержке и развитию науки. Порядка пяти докладчиков, которые сегодня будут представлять Тверскую науку, они являются лауреатами премии губернатора молодых ученых. То есть мы видим, что действительно вот эта премия, которую уже несколько лет на территории Тверской области получают наши научные коллективы, она действительно работает и помогает выявлять талантливых молодых ученых, которые вот, пожалуйста, выступают на научных конференциях такого уровня. Ну и, конечно, для нашего региона это важно, потому что использование технологии сверхкритических флюидов выгодно тем, что с одной стороны позволяет развивать промышленность, а с другой — беречь экологию. Для Тверской области это имеет особенное значение.